Музыка А я Ульяна Что будем делать сегодня? Мы сегодня будем делать мусс лимонный Сначала мы будем делать лорж А потом мусс Для этого нам понадобится мука цельнозерновая и взбитый миндаль Сейчас мы собьем миндаль Меня почему-то очень плохо видно Так, всем привет Давай, вступай сюда А потом я насыплю вот эту муку Делаем корж Смешиваем миндальную муку И цельнозерновую пшеничную Вместе с водой Можно на самом деле не обязательно миндальную муку использовать Можно обычную пшеничную и достаточно будет Мы даже делаем иногда Какую, ребят, делали в последний раз? Помните? Гречевая Из чего она? Гречевая мука Из гречки Из зеленой Значит, пропорции Что мы делаем? Стакан Стакан пшеничной муки И стакан миндальной муки Ну, или либо два стакана пшеничной муки Мы делаем мусс лимонный Очень вкусный десерт вегатарианский Мешайте, чтобы получилось тесто такое густое У нас там один миндаль не сбился Сбей его Потом, слушаем, сейчас уже давайте замешивайте из того, что есть Если не густо, так да еще Мешайте хорошо, может быть еще воды Сейчас там воды Давай я помешаю Добавляем воды Только, чтобы получилось густое тесто такое тягучее, как пульселин Да Сейчас покажем, почему такое тесто нужно Нет, пульселин не такой тягучий, лучший, как лизун Мешайте, прям на дне хорошо размешиваешь Давай я помешаю Нет, Леня, будет жидко тогда, если еще добавишь воды Ну что, еще лизун, которым это не надо Давай я помешаю Записали, ребят, сколько муки? На прошлые уроки я тебе дала А на эту я тебе не дам На уроки больше снимали на наш канал Ну, так Должен вы что-то или я размешаю Вот эти по стенкам Ну и не распределить Все размешали Я буду распределять Так Можно добавить Мы просто сладкое не очень любим есть Сильно сладкое Миндаль сам по себе и так вкусненький такой аромат дает И корж будет сладкий аромат Что мы делаем? Лимонный мусс Это такой пирог Пирог-тортик Очень пирог Вегетарианский Размазываем Нужно положить на тесто Как мы делали А чтобы не прогибло масло Как же? А, масло Точно Идите, запробую Значит, сейчас мы Вот это тесто подготовили Смешали муку Два стакана муки И Одна Четвертая Стакана воды Ага Чуть-чуть воды Чтобы тесто было Густое Нет, у нас оно Чуть-чуть жутко получилось Сейчас впитается в муку вода И будет гуще Смотрите, вот такая у нас форма круглая Он красиво смотрится Лимонный мусс в круглой форме Да, прям как в магазине А в магазине всегда пирог круглый Вот теперь наливаем масло туда Кокосовое Кокосовое Можно любое растительное Чтобы смазать форму Чтобы Я чё смазывала Потому что Лёне форму делает Давай Чтобы сладить форму Для чего? Держи Для Чтобы бёрк не пролипел Не пролипел А не пролипал Вот размазывает салфеточкой Можно кисточкой специально У нас её нету Мы салфеткой размазываем Так И Да не надо Такой запах От кокосы Потому что это кокосная масло Я тоже буду Предподавательницей Я тоже, возможно, буду Предподавательницей По Кулинарии Но моя кулинария Будет Называться Весьма оригинальной Салат Саша, пожалуйста Не перебивай урок Отлично Здорово Ничего Размазывай Всё, хватит размазывать А то салфетка впитывает в себя масло И масло будет на салфетке Давай, Уля, хватит Всё Тесто можно теперь распределять Сейчас будет интересно Прям всё тесто клади туда В форму Мы будем распределять И на глубине И на стенках Да Сейчас Лёня Вот посильнее Посадит И на этом По стенкам Сначала И на этом Козу Будет Мус Важно, чтобы дырочек там не было А то мус Кокосово-лимонный Вычечет Да Вычечет Когда Будет готов Через эти дырки Тут нужно Распределять равномерно Тут нужна помощь Мама, поможешь? Давай Могу Давай Поближе Чтоб было видно Вот прям Сильно Не обтираем Одномерно А то с одной стороны Много получается теста А с другой стороны Дырки О, дырка Минусные дырки Нет, там не маленькие дырки А вы не знаете дырки Вот тоже утираем Это будет корж Основа для нашего Ну вон еще полно дыра Мы поняли Сейчас заважем Только сделаем Вот равномерно Теперь будет все еще распределять Хорошо Распределяйте Сейчас покажем на камеру Как это выглядит Сказали не распределяйте Распределяйте Не распределяй А распределяйте А то только себе забрал Давай покажем Отлично Оля, добавишь свои какие-то Штайки? Да Все хотят принимать участие Скоро ребята будут Стенка смажется Она должна быть высокая Ой, у нас тут сбилось Давайте покажем Все Что получилось? Дырка Все, дырку я закрепила Вот что получилось Видно? Вот что получилось Мы отправляем эту форму В духовку На 15 минут 170 градусов Вот этот корж Отдельно В духовку Отправляем в духовку На 15 минут Или на полчаса Нет, это полчаса Это много сгорит На 60 минут Нет, на 15 минут Ребят Когда на 15 минут Это даже не полчаса Ну, в нахуй Лайки-то говорила На 60 минут Если что-то путаешь, дорогая На 15 минут Ребята 15 минут А когда Мусс будем А когда Кладем Прималить Мусс С коржем Похоже на 60 минут Я хочу Минут За час Все Сделали корж Видите, как быстро Теперь Добавляем Делаем мусс Лимонный Для этого Кокосовое молоко Пол-литра 0,5 литра Миллилитра Я все вливаю? 0,5 миллилитра Кокосового молока А мы не в Индии 0,5 миллилитров Молока Кокосового Обязательно Кокосового У нас Вегетарианский пирог Выливай все В кастрюльку Все А я тогда Что Что-то Другое Буду делать Смисом И Выдавливаем Лимонный сок Это Ты лучше Вот это Делаешь Нет Это в конце Ребят Крахмал В конце Лимонный сок Ты не сможешь Его выдавать Давай Я посильнее буду Ты будешь Мешать На кастрюле На кастрюле Хорошо Нет У нас же мус Лимонный Поэтому надо Выдавить Целый Лимон Будет Кисленький Такой Приятненький Мус Целый Лимон Выдавливаем В кокосовое Молочко Наши рецепты Такие Простые Что Ребята Действительно Могут Сами Сделать Без Помощи Родителей Если Все Записать Посмотреть Внимательно Блокно Записать И что Ну Если Вы Понял Крумливейте Писать Все Выдавил У меня Пока Шипает Больная Но Похоже Да Выдавил Да Сейчас Ребят Мы Пойдем К Плите Газовое Плите И Будем Этот Лимонный Мус Готовить На Плите Для Этого Нам Еще Понадобится Кукурузный Крахмал Вот Он Белый Такой Где-то Четыре Ложки Кукурузного Крахмала Вот Он Ой Четыре Столовые Ложки Кукурузного Крахмала Мы На Плите Высыпем Кастрюльку И Будем Мешать Постоянно Постоянно Ложкой Ожидательно Сразу Мешать Потому Что Он Может Получиться В такие Комочки И Потом И Потом Когда Пирог Будет Готов Будут Там Комочки Они Полезные Еще Пирог Развалится Да Говори Что ты Хочешь Сказать Вот У нас Тут Хотят Задать Вопрос Нам Не Слышно Кстати А У вас Есть Гречка Гречка Да Какая Зеленая Или Коричневая Коричневая У нас Дома Нет Зеленая Зеленую Да А почему Ты спрашиваешь Я готовил Я Однажды Наполовину Готовил Гречневый Я Туда Только Молока Налив Ага Мы Зеленую Едим Смотри В общем Пошлите На плиту Ребят Несите Нагревать Кокосовым Молоком Я Камеру Тоже Возьму И Покажу Как Это Так Сейчас Перевернем Памеру И Танц Я Несаю Ты добавляешь Крахмал Я Несаю Нет Ребята Подходи Ульяна С ложкой Ребята Решают Кто Будет Мешать Высыпаем Уже Я Включила Огонь Мешаем Сразу Мешаем Сразу Да Ой Чтобы Не было Камбочки Надо Помешать Минуты Две Мешаем 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 Хорошо Давай на тупо 14 15 16 16 12 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 8 9 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40 40 49 50 51 52 53 53 55 55 57 58 59 59 59 50 Значит Крахмал Обязательно Хорошо Мешать Минуты Две Сейчас эта масса кокосовая у нас загустеет 60 61 62 63 64 65 Яша у нас любит очень считать 65 60 66 60 70 80 9 70 71 72 73 74 75 76 70 70 70 70 70 70 80 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 89 89 89 и 90 90 90 90 90 90 90 91 92 93 94 95 96 97 84 84 86 98 85 85 84 84 85 86 85 86 Знаете, почему не загустевать? Потому что у нас кастрюля с толстым дном. Сейчас нагреется она как следует, и будет нагреваться быстренько, и все загустеет. Что вы готовите? Что? Это похоже на молоко. Похоже. Только это кокосовое молоко, да. Это молоко. Не коровье. Сбитая молоко. Берут кокос и выдавливают. А мне колокку мало, потому что кокосу дарят такую специальную машинку, и им больно. Да. А кокосная молоко из кокоса. Кокос это еда, его можно ехать. Ой. Что за шум? Так. Он начинает загустевать. Ну, так, сейчас еще густеет. У меня уже все лично. Ребят, несите сироп топинамбура потихонечку сюда. Поставьте его рядом. Сейчас загустеет. В принципе, ребят, вот сейчас он загустеет, этот мусс у нас на плите. Мы добавим сладость какую-нибудь. Сироп топинамбура или мед, или... Ну, сахар можно, конечно, тоже. Сахар можно. О, начинает загустевать. По-нежелательным. Сахар не полезен. Можно сахар? На вкус. Сколько сахара? Ну, две столовые ложки, где-то так. Или... А если у вас кузовки сахара, то... Один кузовик где-то. Так. Так. О, загустела. Видите, какая маска-то? Можно просто такое сделать. Можно торт. Вот, выключали на плиту. Выключал? Он как крем стал. Крем? Да, он как крем стал у меня. Не, надо не тратить, потому что горячего чисто ворота. Ммм. А, решай. Еще это больше на порошок. Порошок? Да. Вот такая вкусняшка. Еще делают вегетарианцы из этого... Ну, я такой. Из этого крема сгущенку. Добавляю туда финики. Финики дают такой оранжевый цвет. И получается сгущенка вегетарианская. А давай мы сделаем пирог с финиками. Добавим туда финики. О, прям вообще густо. Смотрите, как стал. Красиво. Густо-густо. Как сгущенка. Как сметана. Ммм. Все, готово. Сейчас мы эту массу будем вливать в наш корж, который, надеюсь, уже готов в духовке. Сейчас мы проверим. Ребята, берите кастрюльку на стол, ставьте. Так, где он? Все похоже на детскую кашу. На детскую кашу. Ну, тут всего лишь навсего какасовое молоко и крахмал. Несите. Вкуснее будет. Так, вкуснее будет. Так, сейчас у нас камеру перевернем. Я тут на камеру. Ребята, мешайте, продолжайте, чтобы сильно-сильно густо не было. Чтобы комочков не образовалось. Мешайте, продолжайте. А я достаю корж из духовки. Завтрак съел чугового. Так, корж. Ну, ставь. Добавляйте сироп. Добавляйте. Сироп добавляйте, пока не станет. Ребята, две столовые ложки сиропа. Ну, Леня на глаз налил. Можно набить. То есть, вот не измеряя. Наш корж готов. Вот он засушился в духовке. Оу, корж похож на шоколад. Смер сбитый. Можно, кстати, добавить в этот корж какао-порошка. И будет шоколадный корж. Тоже как и лепее. Выливаем мусс в корж. Надо в кастрюльку поднять и выливать через край. Через край. Ложкой не надо выливать. Через край. Она будет долго и в него много будет вытекать. Все. Выливаем. Видите, как? Ребята, знаете, как я вижу? Если хотите по-быстрому сделать мусс, просто вкусненький мусс поесть, лимонный. Можно его приготовить вот так в кастрюльке и разлить по стакану. Да, давайте. В холодильник, как мы сейчас принесем этот лимонный мусс в холодильник. И есть через полчаса вкусный лимонный мусс ложкой, прямо из стакана. Ну, мы решили сегодня пирог взять. Пирог лимонный мусс. А размешать? Не надо размешивать. Все. Отправляем это в холодильник на полчаса. Мусс этот затвердеет. Еще темнее. И будем доставать пирог из формы и кушать. Все, как вы понесли мы в холодильник. Ребята, не сиди в холодильнике, когда полотенце не придерживайте, а то... У нас всегда почему-то несет. Что это такое? У Саши вопрос. Давайте. Я с молоком делаю классные вещи. Молоком? Да. А знаете что? А знаете что? Что? Я пыталась создать мелк волке. Не услышали мы тебя. Ходячее молоко пыталась создать. Но не удалось. Я эксперимент делал с молоком. Кстати, если тебе не нравится кокосовое молоко, ну вот нету дома. Мне нравится. Мне нравится. Пью-пью когда-то. Вкусное. Оно такое сладенькое, да? Ароматное. Кокосовое молоко. Да. По вкусу конфета. Да. Поэтому вот давайте делайте лимонный мусс, пишите отзывы в телеграме и высылайте фотографии свои готового лимонного мусса. В следующий раз Илья мне даст мне путь. Все, урок закончен? Да, закончен. Хотим приготовить? Урок, до свидания.